Приветствую вас. Прежде всего, хочу сказать, что проблема детей это всегда проблема родителей. И любая проблема детей это в какой-то степени отражение проблем родителей. Поэтому, если у ребенка есть такая проблематика, да, вот, то скорее всего это отражение ваших проблем каких? Ну, собственно, это то, что поражает у него желание удержать в себе то или иное. Ну, в данном случае мы говорим про большую нужду, в данном случае мы говорим, но это, в принципе, тоже удержание. Вообще, вся анальная, в общем-то, стадия это про удержание, это про удержание чего бы то ни было. И, как бы, справление нужды по ходу в уборную это, в общем-то, одна из только лишь тем, да, это ни в коем случае не единственная тематика. Тематика и, как бы, ну, глубже практически всегда это происходит глубже, вот. Следующий, значит, я думаю, что есть элемент сдерживания себя, есть элемент сдерживания своих чувств, я думаю, ну, вас, вот, и, соответственно, у ребенка. И, как мне кажется, работать нужно, в первую очередь, в первую очередь с этим. Следующий раз я бы обратил ваше внимание на то, что вы говорите мы, нам, то есть никаких мы, нам нет, если, собственно, ребенок и вы, вот, но нет вас. О том, что, о том, что вы говорите нам, говорит о влиянии, то есть нарушении личной границы между вами и ребенком, вот, и, соответственно, что это чрезмерно влияет. То есть то, как человек себя ведет, ну, например, вот сейчас, да, это отражение того, чему вы его научили. Другой вопрос, конечно, чему именно вы его научили, вот, это, ну, такой достаточно важный вопрос, конечно. Сейчас он, на мой взгляд, вами манипулирует, да, то есть, ну, он получает от вас внимание, получает от вас, ну, какую-то активность, грубо говоря. И не думали ли вы о том, вот, что будет, если вы, если вы, к примеру, перестанете его ругать, если вы не будете его ругать вообще и не будете обращать внимания. Ну, нет, 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 вы ругаете, вы обращаете внимание, и это, конечно же, он на него влияет, не может не влиять. То есть, у вас, по сути-таки, отчасти, получается, сэдомазихистичные немножко отношения, вот, с ребенком в том смысле, да, что, ну, есть вот, некоторая такая проблематика здесь. И получается, что вы друг друга удерживаете в определенных рамках. То есть, друг другу не даете свободы, хотя, именно это, как мне кажется, в первую очередь нужно, нужно, то есть, вот, в первую очередь нужно позволять себе быть собой и другому быть собой. И учить потихонечку ребенка ответственности, а вы его не учите ответственности, вот, в чем, как бы, ну, сложно, да, что вы не учите ответственности, ребенок не получает ответственности. А, когда вы так делаете, потому что он знает, что, что бы он ни сделал, вы его отведете. Он не сталкивается с своей ответственности, да, он сталкивается за то, с вашей активностью. А, активность ваша, она, ну, в общем, все, ему на пол, ему на пол, только. Вот, поэтому, ну, это, ну, вот такой момент далеко не самый лучший. То есть, то есть, то есть, вы, вы хотели, например, одного, получилось совсем по-другому, получилось совсем, совсем, ну, совсем другой результат. И вот, как бы, нужно это корректировать и не допускать, чтобы этого не было. Вот, и повторюсь, очень важно, чтобы, ну, чтобы вы не травмировали ребенка своим поведением, вот, своим отношением, может быть, к нему. То, что вы делаете, я не могу, не могу назвать не травмированием, к моему большему, к сожалению, вот. Поэтому, 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 поэтому я хотел бы как раз постараться донести до вас этот момент, что вам сперва нужно больше поисследовать свои проблемы. Но, уже потом, как бы, изменив отношение, отношение к своему ребенку, вы сможете помочь ему, ему справиться с тем, что у него сейчас происходит. Вот. Но, не решив, не решив свои проблемы, нельзя помочь ребенку. Это сделать не нормально, потому что семья – это система, если, если ребенок стал вести себя вот так. Так, как он себя ведет, да, вот, что, вероятно, по-другому он вести себя не мог. Ну, вероятно, все. И наша задача – постараться определить, вследствие чего он начался с атакой. И что вы лично можете сделать для того, чтобы ситуацию исправить именно вы. И, ну, и хотите что-то делать, чтобы исправить эту ситуацию. Ну, вот. А было бы здорово, если бы отец, ну, как-то вот, с отцом была бы какая-то связь, да. То есть, ну, чтобы, ага, чтобы, чтобы отец принимал какое-то участие в том, что происходит с ребенком. Чтобы отец как-то вот, то есть, выступал, ну, в жизни ребенка, особенно если это мальчик, то, значит, отец очень важен и значим. Вот. Значит, какая основная идея? Одна идея в том, что по какой-то причине, а именно по, скорее всего, причине привлечения внимания, ребенок начал что-то себе сдерживать. Предполагается, что если он будет сдерживать, то рано или поздно на него обращать внимание. И, соответственно, ээээ.. делать так, как хочет он. В общем, задаче отследить этот посыл на сдерживание, потому что посыл идет от вас и его изменить. Когда и если, это изменение будет, ситуация начнёт меняться если нет дополнительных факторов, если нет дополнительных каких-то деталей, которые могут оказывать негатив, которые могут как-то мешать, которые могут отягощать дополнительное состояние, обстановку в доме, да, и в армии с ребёнком, вот. Например, натянутые отношения с отцом или просто между членами семьи могут вызывать напряжение у человека и как следствие. Ну, это может быть очень негативно для человека, маленького человека, не окрепчивого человека. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать, то, что хотел бы вам пока что ответить. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok